Уволенные новации о медкривом роге. Более сотни медиков попали под сокращение в связи с медреформой. Как люди пытаются спасти медучреждение, расскажут наши корреспонденты. Микрорайон Всебратская в Кривом Роге. 30 лет местные жители, большинство из которых военные, обслуживались вот в этой поликлинике. Уже месяц она не работает. Медучреждение закрыли в связи с медреформой. Вместо поликлиники осталась лишь амбулатория с терапевтом и медсестрой. В связи с реформацией, реформированием нашей медицины, что должна быть первичка, а вторичный звенок, к сожалению, в эту медицину не вписывается. Люди не могут, допустим, вылечить пневмонию без рентгена. Люди не могут вылечить, подлечить без физкабинета. Без тех же самых стоматологов наша поликлиника тоже не поликлиника. Месяц назад Ирину уволили вместе с еще десятком сотрудников. Но больше всего ликвидация поликлиники ударила по жителям микрорайона. Теперь, чтобы сдать анализы или попасть к узкопрофильному специалисту, им нужно ехать 20 километров. У меня трое деток. Вот самая младшая девочка, двое старших мальчиков. Вот сейчас, в данный момент, иду мимо на стоянку, потому что едем сдавать анализы. Необходимо, чтобы в этой поликлинике, как и раньше, были все специалисты, и чтобы они принимали всех, и взрослых, и детей. Чтобы я с ребенком могла прийти, сдать здесь на месте анализы и пройти всех врачей. Сохранить поликлинику жители микрорайона просили и местную власть, и Министерство здравоохранения. Писали обращения, собирали подписи, даже перекрывали дорогу. Но все безуспешно. На побочные эффекты медреформы сегодня пожаловались и лидеру аграрной партии Виталию Скоцеку, который приехал в канун профессионального праздника поздравить криворожских медработников. В мире сегодня есть 5 основных программ, систем, с которыми работают государства, чтобы обеспечить качественным медицинским обслуживанием. Классичная, наверное, для нашей страны была бы система 100% государственного страхования. В таком случае и медики знают, что они будут четко обеспечены необходимыми бюджетными границами, а люди знают, что они всегда могут обратиться к лекарне и получать необходимую поддержку и леки. На жаль, та медичная реформа, которая происходит сегодня в Украине, она далека от тех 5 систем, которые сегодня работают эффективно в мире. Медработники, а также жители микрорайона Всебратское все еще надеются, что их услышат и работу поликлиники возобновят. В противном случае люди готовы к акциям протеста. Поддержать их пообещали и представители аграрной партии.